Итак, друзья, мы продолжаем погружение в мир китайских смартфонов, и сегодня рассмотрим горячую новинку от компании Blackview, которая называется Shark 8, или в переводе «восьмая акула». Сразу вспоминается аналогия с Black Shark от компании Xiaomi. Это такая игровая линейка от Xiaomi. Так вот, посмотрите, как выглядит эта коробка. Реально выглядит как игровой смартфон. Мне нравятся шрифты такие классные. Посмотрите, Shark 8. Здесь у нас память 8128. Ну, не такая уж и большая по современным меркам. Хотя нет, подождите. Нет, подождите. Здесь есть два варианта по памяти. То есть вы можете выбрать. Либо вы выбираете 8128, либо 8256. Разница между этими вариантами будет примерно 1400 рублей. Ну, не такая уж и большая разница. Можно заплатить за дополнительные 128 гигов 1400 рублей. Продается этот телефон в нескольких цветовых расцветках. Вы можете еще и выбрать, какая вам больше всего заходит. Есть вот такая вот серая расцветка. Moonlight Grey. Scorching Gold. И есть еще Galaxy Blue. Все расцветки довольно интересные по своему дизайну. И задняя камера. Посмотрите, здесь в форме кружка. Задний блок с камерами. В общем, не знаю. Сейчас реально этот телефон много шума наделал. Его очень сильно пиарили на всяких страницах интернет-магазинов. Типа вышел, вышел. Наконец-то. Наконец-то мы дождались. Shark 8. В общем, давайте посмотрим. Стоит он недорого. Как вы видели, я ссылку оставлю. Можете посмотреть. У меня модификация на 128 гигов. Более доступная. 8 гигов оператива и 128 стройки. Оперативка увеличивается, как и у большинства современных телефонов. На 8 гигабайт в настройках можно это увеличить. Итак, открываю коробку, вскрываю. Первое, что я вижу, это защитное стекло, уже идущее в комплекте. То есть это очень круто, что производитель заботится о сохранности экрана этого телефона и кладет защитное стекло. Дальше сам телефон. Открываем. Открываем. Смотрим, что еще тут у нас есть. Есть. Блин, не очень удобно ее, честно говоря, открывать. Не продумали, как человек будет это все доставать. Есть чехол. Причем, смотрите, чехол мне напоминает реалмишные чехлы. Он не просто прозрачный, он немножко такой темный прозрачный. Ну, поняли, да? Видите, он чуть-чуть темненький. И это хорошо, потому что через время, через какое-то там продолжительное время, там год, например, он не так будет сильно желтеть, как обычные прозрачные чехлы. Они прям приходят в негодность такую. А этот уже темный, он примерно таким же и будет через год. То есть он не пожелтеет особо. Здесь логотип Blackview. В общем, хороший, довольно качественный чехольчик. На первое время пойдет. Даже можно не на первое время, а на постоянку его взять. Нормальный чехол. Дальше идет блок питания. Мне не понравилось только, что здесь блок питания с выходом Type-C. Я все-таки люблю, когда здесь обычный USB-выход и в телефон уже Type-C втыкается. А тут вот двухсторонний Type-C кабель. То есть некоторые свои кабели я уже к этому блоку питания не применю. Потому что у меня кабели и много USB-шных Type-C, которые с обычным выходом USB. Ну, поняли, да? То есть я уже свои старые кабели, например, не задействую. Мне придется доставать вот этот и уже только им пользоваться оригинальным. Потому что большинство из нас, если есть дома кабель USB Type-C, то он вот такого формата. С одной стороны обычный USB, USB-A. С другой USB Type-C. А здесь я не могу его вставить, потому что здесь нужен двухсторонний Type-C. Но это мелочи, да? Обычно такой кабель делают. Двухсторонний USB Type-C. Это когда очень мощная зарядка. Обычно это у суперфлагманов такое только доступно. Здесь зарядка всего 30 Вт. Я не понимаю, зачем надо было делать такой разъем. Типа как бы, ну, непонятно. Ладно, все. Больше ничего в комплекте нету. А где-то еще должна быть... А, где-то должна быть еще скрепочка, чтобы открыть сим-лоток. Вот она. Скрепочка, иголочка, чтобы открыть сим-лоток. У меня телефон в самом таком простом, скучном цвете, можно сказать. Это темный. Темный цвет. Сейчас попробую это все аккуратно так открыть. Матовая задняя спинка. Но вообще телефон, наверное, заслуживает такого внимания, потому что здесь неплохой процессор установлен. Много памяти. И дизайн. Дизайн тоже, мне кажется, такой. Многим понравится этот дизайн, потому что он прикольный. Он красивый. А вот это могли бы сделать, продумать получше. Посмотрите. Ну, кто такие наклейки делает, которые так тяжело отрываются? Ай, блин. Это сейчас придется так долго оттирать. Она настолько липкая. Ой, блин. Китайцам бы... Вот это... Наклеить бы на одно место им такие наклейки. Так, смотрите. Эту я тоже пленку убираю. Значит, здесь написано 6,78 дюймов экран. Хотя по ощущениям не ощущается, что такой большой телефон. Либо я уже привык к этим лопатам. Но, блин, какой-то он маленький даже сейчас по нынешним меркам. А диагональ... Ой-ой-ой, какая. 6,8. 8, 128. 5000 батарея. И камера фронтальная 13 мегапикселей. Задняя 64. Вот. Убираю пленку. Под ней скрывается еще одна защитная пленка. То есть, здесь двойная защита экрана. С завода наклеена пленка. Плюс вам еще идет стекло. Стекло можете самостоятельно наклеить потом. Внизу разъем для зарядки. Оставили разъем для наушников. Динамик, микрофон. Справа кнопка питания. В ней же сканер. Рядом качелька громкости. Вверху нет ничего. И с левой стороны сим-лоток. Самое-самое традиционное, самое обычное расположение всех элементов. И в то же время, наверное, самое удобное. Было бы здорово, если бы еще вверху был второй динамик. Снизу один и сверху, чтобы был один. Сим-лоток здесь без уплотнительной резинки. Но зато можно поставить две сим-карты. Раз-два. И еще microSD флешку. Память расширяется как внутренняя, так и оперативная. Задний материал корпуса это пластик. Задняя спинка из пластика изматывала. Смотрится неплохо. Не совсем это черный цвет. Наверное, больше темно-серый. Темно-серый, да. Но вот наклейку сейчас придется как-то убирать. Никаких лишних надписей. Только один логотип Blackview. Все, больше ничего нет. Если закрыть логотип, вообще непонятно, что это будет за телефон. Здесь также надпись еще, что камера 64 мегапикселя с искусственным интеллектом. И, пожалуй, все. Рамка, вот этот торец тоже сделана из пластика. Включаю телефон, зажимаю кнопку питания и жду, когда телефон запустится. Ох ты, Powered by Android. Ни разу такого не видел, чтобы прямо Android вылезал из снизу. Прикольно сделано. Заставка прикольная, начальная. Так, и теперь у нас вот такая вот красивая анимация. Blackview. Вылетел логотип. Сколько он загружается? Он, кстати, довольно быстро загрузился, телефончик. Итак, подгружаются значки. Значит, что могу сказать? Здесь сканер установлен в кнопку питания и работает он очень быстро. Также есть разблокировка по лицу, тоже работает быстро. Мы видим, что здесь есть, присутствует подбородок, но он, наверное, такой, среднего размера. Да, его заметно. Он хорошо контрастирует с боковыми и с верхней рамкой, потому что он больше сразу бросается в глаза. И вверху у нас маленькая достаточно дырка под фронтальную камеру. Ну, сделано все на уровне. Выглядит он как какой-нибудь там Redmi Note 12 в целом, да, примерно так же. При этом, при этом, здесь хороший IPS-экран. Мне действительно нравится этот IPS-экран, потому что у него неплохие углы обзора, как для не самого дорогого китайского телефона. И он достаточно красочный. То есть ты на него смотришь, и, блин, он реально красивый, хорошо передаются цвета, очень яркие, такие насыщенные цвета. Оболочка такая приятная, с красивыми анимациями. Работает это все на системе Doge, Doge OS. Это типа фирменная оболочка. Вот этим вот она похожа на MIUI. Смотрите, как объем памяти. У MIUI также отображается. Но там можно провалиться в этот пункт, и там будет такая как бы шкала, заполненная памяти. Здесь так нету, нельзя. Значит, здесь можно еще расширить память. Так. Ого! Вплоть до сотых можно расширить. Вот сколько я хочу, например, 6,6,6. Можно так сделать, интересно? 6,6,6. Нет, 6,6,2, либо 6,6,8. Я хотел бы на 6,66 гигабайта. Или на 7. Давайте 7,77 попробуем. Нет, не получится, тут только четные. Да, 7,77 не получится, походу. Было бы здорово. Я увеличил оперативку на 7,77. Да, ладно. Можно эту функцию вообще выключить, если вам будет 8 гигабайт хватать. Я думаю, что в принципе даже можно и выключить, потому что 8 гигов достаточно. Разрешение экрана. Это Full HD+. Это 2460 на 1080. Неплохо, я могу сказать. Пиксели в глаза не бросаются. Для бюджетного телефона экран здесь прям вообще один из самых лучших, наверное. Нормальный экран, реально. Вот без всяких этих нормальный экран. Просто хороший нормальный экран. Частота обновления. Вот тут, конечно, у нас не все так круто, потому что здесь частота... Здесь частоты просто нет. Похоже, здесь просто 60 Гц. Стандартная частота обновления. Сейчас тоже многим это не понравится. Есть режим чтения. Причем, смотрите, он делает... Не просто убирает синее свечение. Здесь он более радикальный. Он просто делает черно-белый экран. Просто черно-белый. Все. Как электронная книга получается. Я как бы люблю такое, но не всегда это нужно. Я бы сделал и чтобы желтый цвет убирался, и этот режим чтения тоже бы оставил. Ой, куча ползунков. Что тут можно отображать в строке состояния? Ну, не особо это важно. Но вот частота обновления здесь не регулируется. Вот это плохо. Хотя бы 90 Гц завезли, было бы здорово. Хотя почему-то в спецификациях написано, что здесь 120 Гц. Они поймут, то ли я не туда зашел. У нас стройки экрана. Адаптивная яркость. Темная тема. Ночная подсветка. Шрифт. Масштаб. Где здесь регулировка? Остимизация цветовой температуры. Нет. Заставка, запись, чтение. Плавный экран. Все. Ну, как я мог это просмотреть? Называется это плавный экран. Вот оно. 120 Гц. Да. Все-таки есть. Я ошибся. Но спрятали они его, конечно, в самый-самый низ, в самое неудачное место. И вообще непонятно, что значит плавный экран. Но почему нельзя было сделать просто частота обновления, либо там как-то выбрать частоту. Что-то такое. Я не знаю. Ну, как-то не совсем это понятно, в самом конце находится. Я даже сперва это не обнаружил. 120 Гц. Действительно, 120 Гц. Ну-ка, я сейчас поставил. Ну, да. Я уже просто привык к 120 Гц. Для меня это уже как норма. Я даже не замечаю сейчас, что экран здесь плавный. Потому что я уже как бы к этому вообще спокойно отношусь. Ну-ка, давайте посмотрим, если мы поставим на 60 Гц вообще. Почувствую ли я разницу. 60 Гц. Ой, да. Да-да-да. Прям есть разница чувствуется. Блин, сейчас 60 Гц. Как будто это даже не 60 Гц, а как будто это 20 Гц. Сейчас это так уже устаревшее воспринимается. Реально как будто, блин, это так все медленно. Ой, блин. Я не могу понять. Раньше же я пользовался 60 Гц. Для меня это так не бесило. Сейчас для меня 120 уже стало как 60 раньше, понимаете. А 60 для меня стало как 20. То есть я раньше нормально 60 пользовался и не замечал проблем. А сейчас я пользуюсь 120 нормально. Но когда переключаюсь на 60, для меня это просто какая-то жесть. Обалдеть. Ладно. Все. С экраном разобрались. Это Full HD. 6,8 почти дюймов. 120 Гц. IPS. Но вот по процессору. Здесь все отлично, я считаю. Здесь неплохой процессор установлен, действительно. Это Mediatek Helio G99. Очень популярный сейчас процессор. Два мощных ядра Cortex-A76 с частотой 2,2. Шесть энергоэффективных А55 ядра с частотой 2 ГГц. У этого процессора есть минусы. Это то, что он не поддерживает 5G. И то, что у него не самый мощный видеоускоритель Mali-G57. Но при этом он довольно холодный. Сделан по современному техпроцессу 6 нанометров. И как бы он реально вывозит большинство современных игр. И большинство современных задач, для чего люди покупают телефон, он пока что вывозит. Но какой-то огромной производительности на будущее здесь нет. То есть потенциала бешеного, бурного здесь нет. В Antutu он набирает такую комфортную цифру. 430 тысяч. Сейчас этого хватает. Что будет через года 2-3, непонятно. Может быть уже будет этого телефона маловато для новых игр, которые будут выходить. Ну, особенно там с крутой графикой. Если обычные игры, там обновления будут, Subway Surfers обновиться через 2-3 года. Какую-нибудь локацию там новую добавят. Естественно, телефон это потянет. Но вот какие новые будут выходить игры, это уже непонятно. Так что производительность здесь в целом нормального уровня. Очень быстрая память. Я офигел с скоростью памяти. Это, блин, похоже уже на UFS третьего поколения. Но на самом деле здесь UFS 2.2. 882 мегабайта на чтение, 287 на запись. Реально быстрая память. Телефон прям шустрый. Реально шустрый. Дальше. Наконец-то китайцы научились делать недорогие, но при этом быстрые, шустрые телефоны. NFC-модуль здесь присутствует. Сейчас вообще уже сложно встретить телефон реально без NFC-модуля. Ну вот реально. Раньше это было в диковинку, когда NFC был в телефоне. А сейчас в диковинку, если NFC в телефоне нет. Сейчас вот реально сколько телефонов выходит, даже самых бюджетных. У всех уже практически есть NFC. Multitouch 10 касаний. Multitouch тоже проблем нет. Ну и троттлинг-тест. График вот какой. Да, есть небольшой троттлинг. 10% примерно. Ну, совсем непродолжительное время. То есть, вы видите, он немножко падает. Потом опять возвращается к 100%. Потом опять падает, возвращается. Чуть-чуть только стоит ему нагреться. Он чуть-чуть снизил частоты. Упала производительность. Потом опять вернулась. То есть, видите, вот тут небольшой провал был. Вот тут небольшой провал. Ну и вот эти мелкие провалы, они вообще незаметны никак в жизни. То есть, максимальное количество гипсов 161 у нас было. Минимальное 136. То есть, падение всего лишь там около 20, что ли. Да, около 20 гипсов. 24-25 гипсов. Это вообще немного. Ну, наконец-то, ребята, поздравьте меня. Кое-как оттер эту, короче, эти остатки. Прям кое-как реально. Ну, теперь телефон выглядит вообще бомбезно. Посмотрите на этот дизайн. О-о-о. 14-13 тысяч рублей. И вы обладатель этого телефона. Ну, ладно. Давайте не отвлекаться. Давайте играть. Играть мы сегодня будем в GTA. В GTA я делаю все на максимум. Сейчас жестко протестируем этот телефон. Так. Максимум. Дополнительные детали. Максимальные. Во. Все на максимум. Все на ультра. И переходим. Да что ты будешь делать? Назад. Play. Начать игру. Кстати, вот эту штучку они тоже, как я понял, позаимствовали с MIUI. Потому что очень похоже переключение громкости на MIUI. Но там это как-то немножко поплавнее, что ли, да? Здесь рывками. Ну, ладно. Смотрим. Так. Игра идет во весь экран. Ух ты. Блин. А экран-то неплохой. Здесь большой для игр подходит. Так. Поехали. Напоминаю. Играя на максимальной графике возможной. И, как вы видите, здесь вообще ни единого намека на лаги. Процессор G99 неплохо себя показывает. Особенно в таких вот играх. Довольно стареньких уже. Helio G99 рулит. Реально рулит. Если вы хотите играть на своем телефоне, вы можете себе это позволить. Довольно бюджетно. До 15 тысяч, купив этот телефон. А звезду заработал нечаянно. Не хотел, но заработал, короче. Groove Street. Groove Street. Groove Street. Паровоз. Все как всегда. Черный универсал. А это уже PUBG. Крабграсс. Крабграсс какой-то. Я сперва подумал, крабсбургер какой-то, как из Панчбоба. Это крабграсс какой-то. Так. Тени на деревьях есть. Вот такой вот графоний. Довольно неплохо тут все идет. Вообще, да. Неплохо на этом телефоне поиграть можно. Но если много игр у вас, берите версию на 256 гигов, чтобы все влезло. Да и вообще, реально стоит, наверное, переплатить там тысячу и все. И получить вариант уже на 256 гигов. Это гораздо лучше, чем 128. Хотя кому-то и 128 будет достаточно. Тут все индивидуально, так сказать. Как этот ящик открыть? Как его открыть? Вот. Получилось. Так. Прицел. О! Шестикратный. Обалдеть. Серьезно? Кто-то здесь бегает? Без моего ведома. А где тут кто бегает? Вижу. Ой. Мимо. Мимо кассы. Где он? Ну где ты? Ну где ты прячешься, а? Да где ж ты есть-то? Вдруг. Попал в меня. Чуть-чуть зацепил меня. Вот да у него и взять-то нечего. Ах ты! Ты ж! Да что ты будешь сзади подошел? Да ладно, тут уже бесполезно сопротивление. Теперь о камерах. 64 мегапикселя задняя камера. И фронталочка на 13. Но при этом здесь еще есть такое колечко, 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 кольцо, которое находится сзади. Вот оно, да? И это, как я понимаю, колечко не просто колечко. Вспышка, да, работает стандартно, но это кольцо, оно тоже как-то должно светиться. Так, ночная подсветка есть. А, да, вот ночная подсветка, это как раз режим защиты зрения. Как же у нас этот, как же у нас это кольцо-то должно активироваться? Оно должно вроде как-то на эти. Но уведомление, вот он световой индикатор, то есть вот, вот он световой индикатор, да. Сейчас я попробую на зарядку поставить. Вот это кольцо светится. Сделали светящееся кольцо. То есть вот, смотрите, сейчас ничего не светится, да. Потом я беру, подключаю к пауэрбанку. Хоп. И колечко начинает светиться желтым светом. То есть я не знаю, видно это или нет, но чуть-чуть видно, конечно. Сейчас я кабель уберу. Зарядку убираю, смотрите, раз, и все. И оно не светится. Ну, конечно, такое слабенькое, конечно, но чисто как для прикола сделано. Когда уведомление какое-то будет приходить, оно будет светиться. Когда вы заряжаете будете, оно будет светиться. И когда еще, что тут в настройках. Когда звонить вам будут. В общем, простой функционал. Так вот, про камеру, да. Давайте поговорим про камеру. 64 мегапикселей, это не шутки. Это серьезная камера должна быть. Заходим в приложение, и здесь мы видим фото, видео, красота, ночной вид. Все переведено. 68 миллионов, это значит 68 пикселей. 64, 68, говорю. Дополнительный режим. Давайте сделаю в режиме 64 мегапикселя фотографии. Камера вроде не тормознутая, не тормозит. Оптической стабилизации здесь нет, только цифровая. Максимальный зум при фотографировании 10 крат. Четырехкратный, серьезно, четырехкратный всего лишь. Необычно. А при записи видео тоже четырехкратный. Да, зумчик очень слабый. Так, смотрим на качество фотографии полученной. Ох ты, шумы есть. Ох, четкость четкая, четкость четкая. Шумы есть, но даже, можно сказать, первую строчку можно распознать. Блин, это круто. Это реально круто. Фото это он. Блин, камера просто обалдеть. Я люблю такие фотки. Немножко шумные, но при этом детализированные. Резкие. Ну-ка, давайте сам себя сейчас. Вот такая фоточка. 64 мегапикселя. Сам себя сфотал. Да тоже не чёток. Ё-моё. Blackview. Ну, молодцы. Молодцы, реально. Из этих вот не самых брендовых китайцев сейчас лучше всех фото эти. Ну, реально неплохо. Реально неплохо. Ночной вид. Сейчас попробуем тоже ночную. Попробовать картинку зафотать. На улице уже темно. Так, ночной режим работает довольно неплохо, но вот в этом кадре всё размытое получилось. Ну, конечно, не стоит строить иллюзии. На этот телефон лучше при плохом освещении не фотографировать. Только при хорошем. Видео снимается в Full HD. Даже 2K доступно. Но только 30 кадров в секунду. Есть электронная стабилизация видео. Так, по поводу фронтальной камеры давайте тоже проверим. 13 мегапикселей. Есть HDR. Ух ты! Слушайте, ну тоже неплохо для 13 мегапикселей. Вполне себе пойдёт. Да, камеры здесь прям на эти деньги тянут. Честно признаюсь, за эти деньги это неплохие камеры. Особенно задняя на 64 мегапикселя реально фотоит очень детализированно. Если включать этот режим, фотки получаются детализированными, но шумноватыми. Ну, ничего страшного как бы. С этим можно смириться. За такие-то деньги это реально неплохо. Неплохой результат. Но слабый зум. Всего 4х. Слабоватый зум. Сильно вы ничего не приблизите. Проверка звука. Здесь монозвучание. И он очень тихий. Он очень тихий. Почему так вышло? Я не знаю. Но он реально дико тихий. Это просто средняя громкость у других телефонов. Это просто очень тихо. Это просто самый, наверное, тихий динамик за последнее время, который я в телефонах видел. Очень слабенький динамик. Не хватает даже дома. Просто если вы дома будете видос какой-то смотреть, особенно если у вас проблемы со слухом, вы плохо слышите, вы хотите погромче сделать, но вам недоступно. Потому что он и так на максималке. Давайте попробуем еще рингтоны какие-нибудь посмотреть. Может. Тут рингтоны так сделаны, что они прям такие звонкие. Поэтому еще на рингтонах как-то это не так сильно ощущается. Но качество как у дешевого китайского телефона. Это есть. Да, динамик здесь такой дешевенький, как реально вот такого дешевого китайского телефона. Короче, динамику я ставлю тройку из пяти баллов. Такую четкую, заслуженную троечку. Ну и батарея. Батарея традиционно для многих телефонов 5000. Ничего не меняется. Неплохо с одной стороны. Ну и с другой стороны особо ничего хорошего нет. Сейчас у каждого телефона батарея на 5000. Ну будет хватать ему на полтора дня. Ну в целом неплохо, да. Также здесь есть OTG. То есть можно к этому телефону подключить что-то через переходник. И допустим подключить мышку или флешку. Есть FM-радио. Есть GPS. 3G и 4G присутствуют. Почему этот телефон получил название Shark? Я не знаю. Почему у него такое, знаете, есть некое несоответствие. Я то, что вижу на коробке. Кажется, что у тебя внутри там какой-то супер крутой молодежный игровой смартфон. Но ты достаешь смартфон и он выглядит как просто обычный стандартный телефон для взрослых людей. На нем нет никакого намека на какую-то игровую производительность, никакого игрового дизайна, никаких игровых фишечек, да. Просто стоковый смартфон. Обычный, самый такой типичный бюджетный китайский смартфон. Но коробка здесь выполнена в таком стиле, что у тебя там просто дикий монстр с офигенным, со 144 герцовым экраном, супер мощным процессором, с необычным ярким дизайном броским. По факту, ну, немножко непонятно, почему он так называется и почему такая коробка какая-то многообещающая. Вот. Потому что сразу ассоциации с Black Shark. Black Shark это черная акула, это линейка от Xiaomi тупо игровых телефонов. Вот там понятно, да, типа есть какое-то соответственное черное акуло. Ты понимаешь, что это такой телефон непростой. Там коробка тоже такая вся оформлена в необычных тонах. Телефон сам весь такой расписной, как геймерское устройство. Вообще прям прикольный. А тут как бы, ну, обычный телефон. А называется как будто это... Не знаю. Ну, короче, как-то немножко непонятно с неймингом. Ладно. В общем, ссылку оставлю в описании. Вот такой вот получился телефон. В целом, ничего плохого, да. Обычный, типичный китайский телефон. Из плюсов то, что здесь довольно мощный процессор за эти деньги. Достаточное количество памяти. Довольно универсален он тем, что можно подключить и наушники проводные, и две сим-карты плюс флешку вставить. И можно еще память оперативную расширить. Причем, насколько вы хотите. А не просто там на 6 гигабайт, 8 гигабайт. А прям можно конкретно до тысячных... До сотых, точнее, долей прописать. Сколько вы хотите. Вот. Вот такой вот получился Blackview Shark 8. Восьмая акула от Blackview. Всем удачи, всем до скорых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok